Самка африканского страуса важно шагает по вольеру. Да если бы эта гордая птица только знала, что по соседству местный орнитолог ее яйца расписывает под хохломой городец. Третий день Валерия Завалюева не выпускает кисти из рук. Одно такое страусиное яйцо это более 10 часов работы. Писать на скорлупе не так-то просто. Да, есть специфика. Если посмотреть на страусиное белое яйцо, оно как мраморное. Оно на ощупь как мраморное, как камень, при том полированный камень. Краска очень плохо ложится, поэтому надо очень аккуратно наносить краску, чтобы не поцарапать ее, ничем не задеть. И потом обязательно покрыть лаком. Внутренности извлекли через небольшое отверстие. Осталась одна скорлупа, чтобы пасхальный сувенир дольше хранился. Христосово с яйцами никто не собирается. Для обрядов лучше подойдут куриные. Зеленые это яйца эму, они от природы такого цвета. В отличие от страусиных, яйца эму свежеснесенные, содержимое из них не удаляется. Таким деликатесом после праздничной службы можно разговеться. Правда, не все эму синые яйца готовят к Пасхе. Это все-таки зоопарк, а не птицеферма. В год самка эму откладывает до 20 яиц. Первые 6 вкладки, как говорят орнитологи, пустые. То есть птенцов из них не вылупится. Они как раз и идут на роспись. Так что потомство птиц не страдает. А плодотворенные яйца сейчас находятся в инкубаторе. Сами эму в неволе их не высиживают. А африканские страусы еще не плавозрелые. В яйцах самки жизнь зародиться не может. Поэтому пока страусиха несет яйца пасхальные. Их копят в течение года, поскольку производительность у птиц они отличаются. К воскресенью Валерия Завалюева раскрасит все запасы. Она ценнейший сотрудник в зоопарке. Когда устраивалась на должность заведующей секции птиц, заниматься росписью по скорлупе не планировала. Но ее способности быстро раскрыли. Кстати, дома к Пасхе Валерия будет красить яйца куриные и в луковой шелухе. Ни времени, ни сил на роспись под хохломой городец у орнитолога не остается. Ксения Доринова, Алексей Калякин. Объективно. ННТВ.